МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Громадской приемной Гомельской областной организации «Белая Русь» спекотно не только по причине высокой температуры поветра. На прием до керовника системы эдукации люди приходят с проблемами, которые самостоятельно выражать не могут. Отримание работниками Галины того же арендного жилья, например, еще одно питание. Льготы для молодых специалистов. Некто из выпускников выбрал свободное размеркование, а ли теперь высветилося. Ни материальных выплат, ни повинных социальных льгот у таким рази не продугледжено. А вось, что-то чисто непосредственно про целоткование, то тут особливых проблем возникнуть не повинно. В этом году прибудет около 900 молодых специалистов в отрасли образования. Я думаю, что уверен в том, что они будут все трудоустроены и обеспечены работой по специальности, либо близкой к педагогической специальности. Жильевое обыдовництво у Гомеля ведется постоянно, а ледночасово заворошением кватерного пытания, гэтый процесс створает еще и одну достатково актуальную проблему, не хапая дитячих дошкольных установ. Пытания, которые часто задаются керувникам системы эдукации, забеспеченность новых микрорайонов дитячими садами, проблемы саправды ясную и, как ее выражать неоподназначные сродки. Один дитячий сад каштует около 70 миллиардов белорусских рублей. По коль вариантов не шмат покидать детей на неких из родных, те вести у инши районы города, где есть свободное место. Была, правда, идея открытия приватных дитячих садов, но по широку причин реализовать ее не отрималось. А вось планы по подготовке школ до нового научного года выкананы практически у полном объеме. У 11-й Гомельской средней школы для гэтых мед выкарстали як бюджетные сродки, так и мыль 140 миллионов рублев, які зарабили самостоянно, прас оказание платных адвокацийных послуг и сбор тых же другосных ресурсов. А про чатаго частку работ выканали по программе дятий працовной занятости. Перед початком нового научного года у директора Натальи Литвиновой у вугуленедренный настрой. И подручниками установа полностью забеспечена, и новая мебель у классов заявилась, и самое главное – школьники будуть учиться у БОЖ комфортных умовах. Абсолютно качественно отремонтированы все кабинеты школы двух его зданий. Мы осуществляем замену мебели в двух зданиях школы, и на сегодняшний день ждем наших детей, которые придут 1 сентября в обновленную 11-ю школу. Олег Сенчаров, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель». Уборка зерневых и зернебобовых культур на Гомельщине подыходит до финишной промой. По оперативных дадзинг на сегодняшнюю ранницу убрано 98% палетков. Аголь на молотах рары в области складает 925 тысяч тонн сборжа. Полностью работы завершены в господарках Жлобинского, Кармянского, Лоевского, Речицкого, Рогачевского, Светлогорского и Хойницкого районов. Остатние регионы находятся на финише уборочной. А кроме Петриковского и Октябрьского, где зараз убрано 89 и 88% площадь отповедно. Первыми по намолоту зерня поколедут речицкие аграры больше за 86,5 тысяч тонн. Далее господарки Добрушского и Будокошалевского районов. Однако, уличываючи, что тут уборочные работы полностью не завершены, лидер по выниках жнива 2015 может измениться. Что тычется уроджайности, то средняя по в области складает 29,5 центнер с гектаром. Самый высокий показчик на ветках в щене 41 центнер. Як чекается на початку наступного месяца, Гомельскую в область наведают процставник Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по справах беженца у Беларуси Жан Бушарди, а так само послы широку европейских краин. Основная мета поездки – ознаймление з умовами проживания в регионе вымушенных переселенцев. Найбольшая значная колькасть мигрантов сегодня – жихары Украины. Больше, как три тысячи человек. Миноведа такая колькасть переселенцев з Луганской и Донецкой областей Украины уже звернулася за допомогой у Гомельскую областную организацию Беларусского товариства «Червонга Крыжа». Отденье продукты харчавання – леки. Переезд у Беларусь для шматкаго оказался вельми непростым. Часто – праздникальки межу, а тому забирали только самое необходное. А либо, да и самая значная проблема – просолодкование. И справа не только у отсутности свободных просонных мест. Как объяснила мне заведующая садика, куда мой ходит сын, она говорит, что потом не хотят работодатели сталкиваться с какой-то отчетностью специальной для нас. Как она на моего сына, допустим, в садике, она отчитывается в миграционную службу, еще куда-то каждый месяц какие-то отчеты сдает. И, может быть, они не хотят с какой-то бумажной волокитой сталкиваться. В областной организации Беларуского товариства «Червоного крыжа» погаджаются. Проблема працевладкования, саправды, иснуе. А лекали объеднать намаганье усіх зацекавленных боков, вырешать ею махчима. С допомогой местовых уладов Надія Седькова отримала покой у интернате и уладковалася у одну из городских больниц, при чем проявила у этого властную инициативу. Я на данный момент работаю в городской больнице 3-й в Белеце, в Новобелецком районе. Я позвонила в 109 справочную, спросила отдел кадров. Мне дали отдел кадров больницы городской. И устроилась таким образом на работу. На початку этого года переселенцы из Луганской и Данинской областей отримали 2000 ваучеров на бесплатное набытье оденья и продукты ухарчавания. Сегодня у «Червоного крыжа» рыхтуются до выдачи новых сертификатов, при чем в первую очередь допомогут с тем, кто мает этим наибольшую значную потребу. Решено Международным комитетом и Федерацией тоже поддержано Красного Креста о том, что эта помощь крайне необходима для дальнейшего проживания переселенцев из Украины. Олег Сентюров, Ольга Коновалова, Александр Александронец, телерадиокомпания «Гомель». До речи старшиня Гомельской областной организации Белорусского товариства «Червоного крыжа» «Ала Смоляк» сегодня станет гостей студии телерадиокомпании «Гомель». У 18.10 хвилин глядите на телеканале «Беларусь-2» интерактивную программу «Деалог». Свои питания и пропановы и зауваги вы можете адресовать гостям программы по телефоне промогоэфиру «Гомели» 77-68-45. Сегодня у «Гомеля» отбудется День добра. Подчас добрачинного марафона волонтеры БРСМ проведут разностайные працоны и экологичные акции. Окажутся допомогу ветеранам, организуют вольный час для детей за сабливостями психофизичного развития. Завершальным аккордом Дня добра станет добрачинный концерт под назвой «Усе фарбы життя для тебе». Мероприемство отбудется в Гомельском областном громадско-культурном центре. Сирот его удельника – узорки белорусской эстрады. Петр Ялфимов, Вольга Плотникова, Алексей Хлястов. Добрачинный концерт будет организованный в поддержке двух гомельских студентов, которые опынулись в тяжкой житевой ситуации. Дарья Мазуренко с Гомельского державного университета, имя Франциска Скарыны, и Владислава Климашевского, студента Белорусского державного университета транспорта. Молодые люди трапили в ДТЗ, и сейчас им потребуется медицинская допомога. Отриманные от концерта сродки будут накерованы на их лечение и реабилитацию. Захопление живописом перемогло у им геолога, у его талент от Бога. Миновито так близкие люди характеризуют мастака Александра Гайлевича. Гомель ушановал память живописца, який пошел с життя в минулом годе открытием выставы у Палацево-парковом ансамбле. В 90-е годы минулого 100 года, покинувши працу по специальности, былы геолог Александр Гайлевич целком присвятил себе мастацтву. Умело сполучаючи реализм и импрессионизм, мастак заусёды знаходзил душевный вот гук углядача. Особливая техника лейного живопису и акварелли, а лапрыма, робить картины незвычайными. Кожна работа створалася за один сеанс. Организовать эту выставу у Гомеля допомог сын мастака Вячеслав. На ведовольнике могут убачить 23 работы. А кроме того, одна из картин передадена музею Палацево-паркового ансамбля у якости подарунка. Ведь Шаслау с тропятанием делится успоминами про батьку и его творчесть. Кожная картина на стене для его не просто предмет мастацтва. Для меня это встреча с ним. Потому что картины – это главное творение художника. А самая главная ценность для художника – это признание его работ. Поэтому для меня вот эти работы, скажем так, я через эти работы общаюсь с ним. Он для меня, скажем так, воскрес и живет рядом со мной. И на этом выпуск завершенный. У студии працавала Наталья Гнатенко. Усяго доброго и до встречи у вечернем эфире.